Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Всех приветствую на своем канале! Давайте будем смотреть, что у нас сегодня интересного нашлось в секунде. Есть на что посмотреть и, как всегда, есть немножечко загадок. Ну что ж, давайте я все подвину и мы начнем рассматривать. Давайте начнем вот с такой вот броши. Она довольно простенькая. Это брошь Фиалка. Это Фиалка ведь, правильно? Ну, довольно простая эмалевая брошечка в золотом тоне. Вот такая вот у нее задняя часть. И это брошь, по-моему, Эйвен, насколько я вот нашла ее в интернете. Да, я нашла ее как брошь Эйвен. Но продавали ее долларов за 27-28, но она идет без маркировок. Их много разного цвета, этих брошей. Они продаются на eBay, продаются, в общем, на эти у нас. Разные цены. На самом деле, она не очень дорогая. Они из разных цветов. Еще раз повторюсь, разные эмали. Но, на мой взгляд, она очень симпатичная. Немножко похожа такая на значок. Больше на значок, чем на брошь. Но я люблю эмалевые броши. Мне кажется, она очень красивая. И очень хорошо смотрится на одежде. Насчет винтажности. Ну, как всегда, везде, там, где продают их, они пишут, что это винтаж. Но я, не знаю, честно говоря, сомневаюсь. Ну, вот такая вот брошечка хорошенькая. Очень. Следующая брошь забавная, знаете, интересная брошка. Если вы посмотрите на ее заднюю, заднюю часть, то это видно, что это брошь компании 1928. Вот таким образом они, у них не было маркировок, но они вот так маркировали свои изделия, кулоны, броши. Вот такой вот задняя часть. Вот делаю таким вот рисунком ее. Смешной такой чайник. Немножко такой восточный. Выпуклая. Видите, она такая не плоская, а немножко выпуклая брошечка. Забавная, хорошенькая брошечка. Не нашла я ее нигде. Но я знаю, что это брошь 1928. Такая, знаете, утилитарная брошь. В том смысле, что это, знаете, смешные броши, которые вот броши посуды, броши какие-то, утвари домашние. В общем, есть такие броши. Они очень-очень симпатичные, иногда очень хороши к какой-то одежде определенной. Вот такие серьги. Знаете, я вам хочу сказать, что на них нету никаких маркировок. Вот уже вам сразу показываю. Ничего нет. Задняя сторона вот такая вот просто обычная серьга. Я их уже вертела, крутила, пыталась найти какие-то на них знаки, значки. Очень надеялась, что это что-то ценное, эдакое. Но нет, нет, не нашла. И единственное, что я нашла их в продаже. Вот точно такие же броши. Ой, серьги, простите. И вы знаете, они продавались на эти за 52 доллара. И было написано, что это сапфир, голубой сапфир, арт-деко серьги. Ну, сапфир это как бы, ну, как бы, образно выражаясь, конечно же, это никакой не сапфир, это стекло или даже пластик. Давайте посмотрим на их. Вы знаете, что я настолько не очень хорошо разбираюсь. Да, может быть, это и стекло. Потому что вот там, где я нашла ее, там не было написано. Там было написано, что это сапфир. Ну, как бы, сапфир в кавычках. Да, так вот, значит, что это арт-деко. Действительно, арт-деко формы. Значит, Крэг Гэтсби, ну, все вот это вот. Вот винтаж стайл, винтажный стиль. Серьги, в общем, и Даунтон Эйби тут приплели. И, в общем, все, что хочешь. То есть это и арт-деко Грэг Гэтсби, и Даунтон Эйби, если вы смотрите, это сериал такой про жизнь, по-моему, в конце 19 века. В общем, наплели все, хотели за них 52 доллара. Я, конечно, в этом очень сильно сомневаюсь, потому что нет никакой маркировки на них, но они очень хорошо сделаны. Они очень качественные, и они очень красивые. Сейчас я вам постараюсь показать их вот так. Я, конечно, их примерю вам. Вот. Вот такие вот красивые серьги. Очень красивые. Следующие это брошь шампанская. Брызги шампанского я ее назвала. Но вы знаете, она в интернете так и называется. Шампейн брошь. То есть брошь шампанская. Мне казалось, что я находила ее у производителя. Но сейчас я не вижу ни маркировку, ни на скриншот фотографии, который я сделала там, где я ее нашла. Я не вижу никакой маркировки. Хотя мне казалось, что я видела. Нет, никакой маркировки. Потому что мне казалось, что это что-то такое более-менее современное. Но вот типа Chicos или типа Incline, вот что-то такое. Но вот сейчас не нахожу, поэтому говорить не буду. Брошь красивая. Брошь, опять же, видите, 3D такая. Она не плоская. Вот ее можно вот так поставить. Ну, то есть, конечно, нельзя. Она не будет стоять. Но видите, у нее вот здесь вот сделана такая как бы плоская часть. И когда вы ее надеваете, она очень красиво выглядит. Именно вот тем, что она такая объемная, очень красивая. Здесь жемчужины, белые кристаллики. Сзади вот так вот она выглядит. Но я вам уже показывала. В общем, вот такая вот красивая брошь. Интересная, очень нарядная. Вот такие бусы хочу вам показать. Они тоже с этикеткой. Цену. Сейчас мы ее снимем с вами вместе. 7,99. Дорогие. Значит, зависит от того, в какой магазине я покупаю. И зависит от того, допустим, на этой неделе можно прийти, и все будет по 5 долларов. А на следующей неделе все будет по 8, потому что цены поднимаются прямо на глазах. 8 долларов она стоила. Недешево для секонд-хенда. Почему я ее купила, не знаю. На ней тоже нет никаких маркировок. Это колье. Оно мне безумно понравилось. Просто вот не знаю чем. Вот просто какой-то необычностью, своей интересностью. Вот в конце сатуар, в конце, значит, внизу сам. Вот такая вот большая, крупная бусина. Очень много всяких компонентов. Очень красивых. Вот здесь такие, немножко, понимаете, такие прозрачные коричневые элементы, бусины. Вот такие бусины. Вот такие бусины. И в конце идет цепочка, и нету застежки. Вот так, видите, то есть его нужно, колье это можно надевать только через голову, но оно довольно длинное, так что с этим все в порядке. Вот такое интересное колье. Опять же, не знаю, что, чего, из чего сделано, что это. Эти бусины немножко прозрачные, знаете, как будто струдняюсь. Пластик, наверное. Я даже, ой, я даже думала в какой-то момент, что это дерево, но потом я увидела, что они просвечиваются. Видите, немного просвечиваются. Это не может быть дерево. Вот это, наверное, пластиковое. Да. Бусина большая. Ну, эти тоже. Ну, в общем, короче, наверное, нет в нем большой ценности. То, что в Second'е его оценили из 8 долларов, ничего не значит. В Second'е вот просто им показалось, что это что-то достойное, и они могут оценить дорого. Хотя мне тоже кажется, что это что-то достойное, потому что очень хорошо сделано, очень красиво. Маркировок не нашла, ничего не нашла такого похожего в интернете. В общем, не знаю, что к чему, но колье очень оригинальное. Мне очень оно нравится. Много элементов разных, разнообразных, и с удовольствием буду носить, конечно же. вот такая брошечка. Это брошь Avon. У нее есть маркировка вот здесь вот сзади. Причем Avon с какими-то цифрами. Я, девочки, не знаю, что это значит. Вы у меня все специалисты, вы все знатоки. Расскажите мне, что это значит. Я вижу, что здесь написано 848 или 8487 или 8437. Я гуглала, гуглала, и видите, вот здесь написано Avon. Я искала, искала и ничего не нашла, что это значит. Но брошь очень красивая. Я особенно люблю броши, в которых есть вот эти вот багетные кристаллы. Все кристаллы на месте. Брошь очень интересная. Видите, здесь у нее сделана как будто бы петля, и кристаллы идут вот с этой стороны, и потом здесь они кончаются и идут уже на внутренней стороне. Здесь два красивых кристалла и вот это вот целая планка багетных кристаллов. Замечательная, красивая брошь, элегантная, хорошо сделана. За возраст не скажу. Но Avon есть много современных брошей, но более или менее современных. Опять же, не нашла в интернете такую же, поэтому не знаю. Судить не берусь, но она очень, очень красивая, элегантно выглядит и достойная брошь, выглядит хорошо. Ну и последнее, девочки, украшение, как всегда, я с загадками. Ну вот, что я подумала, вы думаете? Конечно, я подумала, что это янтарь. А вы бы что подумали? Я не знаю. Я понимаю, что такой булыжник янтаря стоит очень дорого. И что вот так вот его отнесли в секонд-хенд, это маловероятно. Но вот здесь, видите, он весь такой вот кривой, как будто бы, ну не знаю, хотя и пластик можно так обработать. Не знаю, меня грызут сомнения, значит, он находится на такой вот на такой вот нити. К нему, у него была этикетка, он шел с этикеткой. На этикетке написано SP. Ну, в общем, здесь что-то заклеено, короче. F75, не то цена, не то непонятно, что. В общем, этикетка не производит впечатление чего-то дорогого и солидного. Больше того, меня очень смутило вот это вот странное окончание, которое как будто бы хендмейд. Я думала, что оно застегивается, но я думаю, знаете, как будто бы бусина, но это не застегивается, это просто вот так вот оно сделано окончание. Я бы подумала, что это хендмейд, но зачем тогда откуда этикетка? И вот эти бусины же тоже, скорее всего, что это не янтарь, хотя, может быть, янтарь, не знаю, девочки, такой вот болезненький. Я нашла нечто подобное в интернете, оно стоило довольно дорого, но нечто подобное, не точно такое. Значит, теперь меня учили, как определять, отличать янтарь не от янтаря, что нужно потереть кусок янтаря об шерсть и потом нарезать маленькие бумажки, много маленьких бумажек. Вот давайте я сейчас их тут на... Давайте с вами будем делать эксперимент. Может быть, не такие нужны бумажки, обычные бумажки или вот такие тоненькие. В общем, мы с вами делаем эксперимент, девочки. Значит, в чем заключается эксперимент? Как мне объяснили, что нужно янтарь потереть о шерстяную какую-то ткань и потом попробовать поднести вот таким кусочком бумаги и посмотреть, если они притянутся к янтарю, значит, это янтарь. Если не притянутся, значит, это не янтарь. Вот у меня есть шерстяной шарф. Давайте будем тереть. Сори за звуки. Ах! Достаточно? Я думаю, что да. Ну и давайте попробуем. Нет, не притягиваешь. Значит, это не янтарь. Или бумажки слишком крупные, или потерла я недостаточно. Может, не такие бумажки надо. Ну, в общем, скорее всего, конечно, что это не янтарь. Я сейчас тут пытаюсь спасти свое лицо, делая бумажки более мелкие. Давайте еще потрем посильнее. Вот. Нет, не янтарь, девочки. А счастье было так возможно. Не цепляется. Значит, это просто просто такой кусок пластмассы. Может быть, я что-то неправильно делаю. Может, я не так тру или не те бумажки взяла. В общем, не знаю. Короче. Ну, я, в общем, сомневалась, конечно, в том, что это янтарь, потому что уж очень большой булыжник, и уж очень как бы, что вот так вот в секонд выкинули его. Даже самые непонимающие люди в принципе должны понимать, что это что-то ценное. Но вы знаете, выглядит он красиво. Выглядит он как будто бы настоящий янтарь. Даже вот эта вот сторона обратная, такая кривая, ведь деформированная, выглядит как будто бы янтарь. Но, скорее всего, что нет. Жалко. Ну, что ж, дорогие дамы, вот такое у нас сегодня было видео. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вы вернетесь ко мне на мои следующие видео, примерки, винтажные не только украшения, болталки. В общем, увидимся с вами совсем скоро. Желаю вам всего самого наилучшего. Надеюсь, что у вас все в порядке. Люблю и целую. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бай. Продолжение следует...